ПОДРАБОТКА 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 А дома объявил Жене Лидии, что будет таксовать по вечерам и по выходным. Жить-то как-то надо. За эти месяцы Павлу удалось вклиниться в стихийный коллектив таксующих, которые собирались на пяточке у автовокзала. Они бойко выкрикивали, позвякивая ключами. «Осталось одно место! Всего одно место и сразу едем!» Павел тоже наловчился так же зазывать пассажиров. Хоть и непривычно было первое время после заводского станка, и так же ловко крутил на пальцы ключиками. Он даже кепочку купил, похожую, как у других бомбил. И так же, как другие, заходил в здание автовокзала, присматриваясь к очередям, и предлагал довезти до райцентра быстрее, чем на автобусе. Кассирша Анечка, миловидная шатенка, бросала на Павла теплый взгляд карих глаз и молча кивала головой в знак приветствия. Он подходил к окошечку, если не было пассажиров, спрашивал банальное «как дела?», а она игриво поправляла прическу и щебетала о хорошей погоде. Так и тянулись дни. Днем на заводе, а вечерами и в выходные, на автовокзале и в дороге. На заднем сиденье послышалась какая-то возня. Брюнет привлек к себе пассажирку. «Ну, Костик, держи себя в руках!» Горячо зашептала дама, посмеиваясь. «Да я в порядке, только соскучился сильно. Держишь меня в голодном теле, целую неделю не виделись». «Ну, ты же знаешь, не могла я отлучиться, иначе муж мог заподозрить». Брюнет откинулся на сиденье с недовольным выражением лица. «Маришка, не начинай». «Ладно, ладно, Костик, успокойся, к тебе же едем». Павел Садков привык к разным пассажирам и уже выработал в себе привычку ни на что не реагировать. Но в этот раз пассажирка чем-то внешне очень напоминала жену Гиду. Такие же светлые волнистые волосы, немного вздернутый носик. Что-то в Павле переклинило от этой пары, до которой ему не должно быть никакого дела. Он вспомнил, что три месяца не отдыхал ни одного дня, приезжая домой поздно. Вспомнил, как вчера жена устала сидела перед зеркалом, снимая макияж. Распустила пышные волосы. Такая... какая-то другая, что ли, красивая. Об этом он как раз вспомнил. «А кто ее знает, чем она занимается без меня? Поскольку приходит...» Впера вот сын проболтался, что поздно пришла. Бурчал про себя Павел. «Командир, ты что-то сказал?» Пассажир на заднем сиденье услышал ворчание водителя. «Да это я так, о своем». Павел быстро нашел названную улицу. Подъехал к самому дому. Пассажирка выпорхнула из машины, брюнет рассчитался, и парочка скрылась за воротами частного дома. Павел заводился все больше. Мысли о жене не давали ему покоя. Впервые в жизни закралось подозрение. «Ну и лох этот мужик!» Проворчал он, вспомнив пассажирку. «Неужели не видит, что жена налево ходит?» Ехать на вокзал или ловить пассажиров почему-то расхотелось. Ездил он аккуратно. Движения были плавными. Но в этот раз резко дернул ручку переключателя коробки передач, вжал педаль в пол и рванул с места. «Паша, ты сегодня рано!» Лида стояла с ложкой, которой только что мешало что-то в кастрюле. «А что тебя так удивляет?» С холодком в голосе сказал Павел, подозрительно посмотрев на жену. «Давно пришла?» «Ну, как обычно, прихожу с работы. Она недели где-то поздна задержалась». «Где я задержалась?» В серых глазах Лиды застыл немой вопрос. «Ну, не знаю где. Тебе лучше знать. Даже Димка спрашивал». «А, так это я на юбилее у заведующей была. Я же тебе говорила еще две недели назад, что нас вместе приглашали. Ты отказался». «Да, неужели говорила?» «Не помню». Лида подошла к мужу. Обхватила руками его плечи. «Паша, что с тобой? Что за подозрение?» «Да нет никакого подозрения. Просто имеет право муж знать, где бывает жена в его отсутствии. На работе бываю, дома убираюсь, стираю, варю, уроки проверяю. Ты же за эти месяцы вообще отключился. Только одна подработка». «Так ты меня упрекаешь, что я подрабатываю? А жить как? Димке на следующий год в институт поступать. Бесплатно не пройдет. Деньги нужны на учебу». «Паша, я не упрекаю и про институт думаю все время». «Эй, родители, вы чего там за меня решаете? Я еще не решил поступать в институт или нет. Может, я вообще в шиномонтажку пойду работать?» «Я тебе пойду. Сначала профессию получи, потом иди». Павел слегка толкнул сына в плечо. «Так, марш к себе. Не видишь, у нас с отцом серьезный разговор». Лида указала на дверь. «Иди к себе и проверь у Лизы уроки». «Ну понятно, у вас разговор, а со мной-то когда будете говорить?» Дима нехотя вышел из кухни. Павел устало сел на табурет. Лида присела напротив. «Неужели ты меня ревнуешь?» Спросила жена. Легкая улыбка появилась на лице. «А я последний месяц все стараюсь как-то преобразиться. То подкрашусь, то прическу сделаю. Думаю, может, заметишь». «Да уж заметил». «И что, думаешь, не для тебя? Тогда для кого, Паша? Сам подумай. Я так же кручусь, как белка в колесе. И думаю, думаю о тебе. Боюсь за тебя». Она расплакалась. Взяла с подоконника газету и, раскрыв ее, подала мужу. «Вот, повез человек пассажиров и исчез. В газете напечатали. Ищут теперь». Время Паша неспокойное, разные люди бывают. Бросил бы ты эту подработку. Она продолжала тихо всхлипывать. Павел, наконец, ощутил всю бессмысленность своих подозрений. Устыдился своих слов и даже мыслей. Слезы Лиды были искренними, и боялась она за него по-настоящему. «Ну, перестань, перестань. Я же осторожно. Вижу пассажиров. Да и далеко стараюсь не ездить. И ревновать не собирался. Знаю, глупость, деток. По нарному столбу, что ли, ревновать? Паша, ну тогда хоть отдых себе дай. Ты же с завода и сразу на подработку. Есть через раз, похудел». Тянулся я, Лида. Хотя, понимаю, долго так не протяну. «Ну так и брось. Хватит нам и твоей зарплаты. Да и я же получаю. Проживем как-нибудь». «Давай так. Для начала выходной сделаю, хотя бы один день в неделю. И в районы ездить не буду, а только по городу. А там видно будет». Предложил Павел. Лида вытерла слезы и кивнула. «Хорошо. Пусть пока так». Павел взял жену за руку. И вовсе она не похожа на ту пассажирку, которая изменяет мужу. Подумал он о жене. «Да и какое мне до этого дело, кто кому изменяет?» «Ну что, жена, чем кормить мужа будешь? Пахнет-то вкусно». В соседней комнате послышалась возня. «Ну вы чего там?» Крикнула Лида. Димка с Лизой ворвались на кухню. Я говорил ей, что родители разговаривают, а она все равно рвется. «Папа, папа!» Девочка повисла на шее у отца. «Я лучше всех сочинение написала. Вера Васильевна вслух читала перед всем классом. Ах ты моя умница! А мне прочитаешь?» «Прямо сейчас, папа!» «Прямо сейчас!» Этот раз семейный ужин садковых начался с сочинения Лизы, которое она прочитала с выражением. На другой день Павел по привычке заглянул на автовокзал. Поравнялся с окошечком кассирши Анечки. Поздоровался. «Здравствуйте, Павел Евгеньевич!» «Погода так и шепчет!» «Вы хоть иногда отдыхаете?» Она смотрела на него с улыбкой, ожидая приглашения. «Отличная идея!» «Погода как раз для отдыха, так что надо ехать с семьей на природу. Возьму детей, жену и рванем куда-нибудь к озеру». Аня захлопала темными ресницами. «А тебе, Анечка, жениха хорошего желаю!» Сказал Павел и поспешил к машине. Вскоре завод получил большой заказ, и коллектив вышел на полную рабочую неделю. Павел сократил свою подработку до минимума, а потом и вовсе перестал таксовать, обрадовав жену Лиду. Судиверная студентка Аленка торопилась на экзамен. Когда вдруг дорогу ей перебежал черный кот и быстренько юркнул в какую-то щель, девушка резко притормозила, соображая, что теперь делать. Чтобы вернуться и пойти другой дорогой, требовалось сделать огромный крюк, а времени и так в обрез. «Ну почему я такая невезучая?» С досадой подумала она, и ей стало обидно до слез. «И так нет никакой гарантии, что сдаст этот предмет с первого раза, потому что только один билет и знала на пять, а их больше сотни. Да и как можно выучить в общаге, когда шум до потолка стоит до глубокой ночи?» «Чего остановилась? Кошку, что ли, испугалась?» Услышала она позади себя насмешливый голос. «Это кошка стрельцов из их группы. Догнал ее и тоже остановился. Вот только этого ей сейчас не хватало. Этого остряка-самоучку, которого она терпеть не могла». Аленка закатила глаза, готовясь ему ответить что-нибудь эдакое по заковыристей. Но Гошка вдруг примеряюще продолжил. «А я где-то читал, что эти все суеверия – это программы, заложенные в нас еще предками, и мы эти программы в любой момент можем сами легко перепрограммировать». «Это как?» – удивилась Аленка. «А вот так. Давай сюда руку для усиления вибраций». Аленка хмыкнув и пожал плечами, неуверенно подала ему руку. «Ну а теперь нужно с уверенностью сказать или подумать про себя. Этот код мне послан вселенной для удачи. Я обязательно сегодня вытащу лучший для себя билет и получу отличную оценку». «Ой, хоть бы уж троечку!» – жалобно простонала Аленка. «Надо реально смотреть на вещи». «Ну вот началось. Зачем сразу думать о худшем?» С досадой перебил ее Гошка. «Вот давай прямо здесь проведем этот эксперимент, а потом обсудим, как что у кого получилось. Идет?» «Идет», – согласилась Аленка. «А что я теряю?» Она зажмурилась, проговаривая про себя желаемое, и вдруг почувствовала, как улучшилось ее настроение. В душе даже появился легкий кураж. А Гошка оказывается славный парень. Симпатией подумала девушка. Так вдвоем они и заявились в университет. Аленка уверенно подошла к столу с билетами. Зажмурилась и мысленно представила билет, который она знала на отлично. Вздохнула и вытащила. Вытащила именно его. Голова у нее закружилась от нереальности происходящего. А в этот момент в кабинет зашел Гошка, кинул на нее мимолетный взгляд, а она украдкой показала ему большой палец. Ответив без запинки на все вопросы и получив зачетку «отлично», Аленка в прекрасном расположении духа выпорхнула из аудитории. Ее распирало от эмоций. Этот день, начавшийся так неудачно, вдруг словно по волшебству превратился в один из самых ярких и счастливых. Хотя не всем однокурсникам так повезло. Некоторые вообще завалили и пребывали в довольно скверном настроении. «Повезло тебе, Аленка!» Завистливо вздыхали они, услышав о ее пятерке, и спешили побыстрее уйти. Аленка тоже собиралась уходить, как вдруг вспомнила Гошку. «Нужно подождать его и сказать спасибо», – подумала она. Гошка вышел через полчаса, мокрый, как из бани. «Ну как?» – бросилась к нему в нетерпении девушка. «Тройка, чуть не завалил», – хмыкнул Гошка. «Самый неудачный билет попался, который вообще не знал. Только чудом выкрутился. Его я больше всех боялся, а он как назло и достался. Все-таки кот мне за подлянку подкинул». «Ну а ты молодец», – похвалил он. «Слышал твой блестящий ответ. Подготовилась, что надо». «Ну а мне, как раз код и помог», – рассмеялась Аленка. «Ну а может, твой позитивный настрой?» «Мне достался билет, который я единственный знала на отлично». «Неужели?» – Гошка недоверчиво посмотрел на девушку. «Точно не шутишь?» «Нисколько. Спасибо тебе!» «Ой, как я рад!» – Гошка шумно выдохнул. «Может, и правда я хоть кому-то помог в этот день. Твоя удача сразу затмила мою неудачу. А теперь предлагаю сходить в кафе мороженым отпраздновать. Идем!» И только после свадьбы Гошка признался Аленке, что в тот день он мечтал не о своей пятерке, а об Аленкиной. Поэтому все у нее тогда и сложилось так удачно. Парень из мечты Иринка закончила первый курс университета и ехала домой на поезде на летние каникулы. За окном бушевало лето, все зеленело, солнышко припекало, а душа ликовала от избытка чувств. Так всегда бывает в пору цветущей юности. Иринка стояла в коридоре купейного вагона и наслаждалась каждой минутой, каждым пейзажем, промелькнувшим за окном, а также осознанием своей неотразимой привлекательности. Это часто бывает у юных красивых девчонок. Им кажется, что весь мир вертится вокруг них. Иринка была максималисткой и мечтала о самом лучшем мужчине на свете. За свою короткую жизнь она таких еще не встречала, только в кино или в книгах. Нет, она, конечно, ходила несколько раз на свидания, но все они заканчивались безуспешно. Чаще всего хватало одной неуместной глупой шутки из уст незатейливого ухажера, чтобы испортить впечатление о нем раз и навсегда. Следующего свидания уже не было. Она всем своим существом ощущала восхищенные взгляды проходящих мимо мужчин и всем своим видом давала понять, что ей нет до них никакого дела. На секунду притормозив, парни говорили ей комплименты, но, встретившись с ее нахмуренным взглядом, вздыхали и шли дальше. Иринка, конечно, верила в настоящую любовь, ждала ее, мечтала о ней, но одного взгляда ей было достаточно, чтобы убедиться, что все это не то. Ее любимое мужское имя было Андрей, как у книжных персонажей Андрея Балконского и Андрея Княжко из романа «Берег». И больше всего Андрей Княжко, недосягаемый, чистый и честный, прекрасный герой, пленял ее воображение. В ее мечтах любого мужчину звали так же, и он был похож на Княжко. Ее мысли вдруг прервал взволнованный голос. «Девушка, можно с вами познакомиться?» Иринка вздрогнула от неожиданности и недовольно оглянулась, наткнувшись на ясный и открытый взгляд молодого парня в солдатской форме. Сердце вдруг екнуло. «Но только если вас Андреем зовут!» Вдруг ни с того ни с сего выдала она, все еще находясь под властью своих грез. «Андреем!» Помедлив, ответил он и удивленно взглянул на девушку. «А как вы догадались? Вы ясновидящая?» «Ой, ну только не надо!» Усмехнулась она. «Знаю я ваши уловки!» «Да нет же, правда! Хотите документы покажу?» «Серьезно?» Рассмеялась Иринка. «Но разве такое бывает? Кто вас подослал?» Ей показалось нереальным такое совпадение. «Может, судьба?» Улыбнулся парень такой мягкой и обезоруживающей улыбкой, что сердце ее затрепетало. У него была милая, едва уловимая картавинка. А сам он высокий, стройный, синеглазый. «Господи!» Промелькнула мысль. «Неужели там мысли умеют читать?» Ошеломленная девушка смотрела на него во все глаза. «А вдруг я правда его жду всю свою жизнь?» Сердце ее застучало так гулко, и Иринка даже испугалась, что он услышит. Время, казалось, остановилось. Они болтали так непринужденно, словно были знакомы всю свою жизнь. Его шутки были остроумными и веселыми, без капли пошлости. А глаза, глаза проникали в самую душу. Он был дембелем. Возвращался домой. Рассказывал про службу. Пел под стук колес армейские песни в тамбуре. А она, очарованная его голосом, поражалась тому, что, оказывается, всегда мечтала, что ее парень будет красиво петь. Голова ее кружилась, дыхание прерывалось, а сердце было готово выскочить из груди. И вдруг Андрей остановился на полуслове и жарко ей прошептал. «Мне кажется, я люблю тебя с первого взгляда. Неужели так бывает?» «Это ты просто из армии едешь. Давно не общался с девушками, вот крыша и поехала». Смутилась она, чувствуя, как душа воспаряет к небесам от счастья. И вдруг Андрей с каким-то неистовством схватил ее в объятия и начал целовать так, что дыхание перехватило. Она попробовала вырваться, но он сжал еще сильнее. Какое-то отчаянное безумие читалось в его глазах, и Иринка испугалась. «Пусти!» – выкрикнула она, и, оттолкнув растерявшегося поклонника, ринулась в свое купе и там закрылась. Залезла на вторую полку и дала волю беззвучным слезам. Но зачем он все испортил? Ведь она, она почти поверила в сказку. Но почему? Почему они все так предсказуемо похожи? Этот момент в дверь купе постучали, потом раздался звук отодвигаемой двери, и в открывшемся проеме появилась фигура Андрея. Иринка, лежащая на второй полке, тут же зажмурилась, притворившись спящей. «Молодой человек, вам кого?» – раздался дребезжащий голос старушки с нижней полки. «Я вон к той девушке. Иринка, выйди на минутку. Нужно поговорить». Андрей осторожно дотронулся до ее ног, закутанных в простыню. «Иринка, через десять минут моя станция». Она тут же демонстративно, не открывая глаз, отвернулась к стене. «Вот мой адрес», – прошептал Андрей и что-то положил ей под подушку. «Я буду очень-очень ждать твоего письма. Слышишь?» Иринка даже дышать перестала, боясь выдать свое волнение. Сердце стучало предательски гулка, и она вся ржалась в комок, чтобы заглушить его стук. Андрей подождал еще минуту и вышел. На следующей станции Иринка прилипла к окну. Она видела, как он вышел из вагона, каким отчаянным взглядом объел все окна, отыскивая ее лицо. Но так и не увидел. Поезд быстро тронулся с места, тогда он взмахнул рукой. Поезд набирал скорость, а он стоял и махал рукой. Таким и запомнился. У Иринки застрял комок где-то в горле, и сжалось сердце в позднем раскаянии. Ну почему она не повернулась к нему, отбросив все свои обиды? Почему не пожелала ему счастливого пути? И тут она вспомнила про адрес и радостно заерзала на полке. Да, она напишет ему сразу, как только приедет домой. Она приподняла подушку в поисках записки. Но в этот момент поезд набрал скорость, и ветер со свистом ворвался в открытую форточку, подхватил бумажку и вынес ее в открытое окно. Иринка только и успела протянуть руку ей вслед. Сердце ее оборвалось, и она, громко вскрикнув от бессилия, упала головой на подушку и разрыдалась. Бабулька снизу, наблюдавшая за этой сценой, только покачала головой. Ох, девка, сама не знаешь, что творишь. Проворчала она про себя. Такой парень, а ты разговаривать не стала, а сейчас локти кусаешь. Потом вздохнула, помолчав, словно что-то вспоминая. Глупые мы бабы, сами не знаем, чего нам надо. Упускаем свое счастье. Выплакавшись, Иринка подставила свое лицо теплому ветру, который вмиг осушил слезы. Значит, не судьба. Тоскливо подумала она, и чтобы стряхнуть с себя остатки переживаний, гордо дернула плечом. Значит, это был не он. Но, приехав домой, Иринка чувствовала периодически навалившуюся тоску. Никогда с ней такого не было. А этот парень просто поселился у нее в голове. Безвылазно поселился. То она злилась на него, то оправдывала. Теперь, по прошествии времени, выходка Андрея не казалась такой вопиющей. Она смогла найти ему сотню оправданий. «Мне кажется, я люблю тебя с первого взгляда», – вспоминала отчаянный голос и лихорадочно горящие глаза Андрея. Неужели так бывает? Она в тысячный раз прокручивала, как кинопленку, этот эпизод. И сейчас все на свете бы отдала, чтобы вернуть время назад и все ему простить. Лишь бы он не исчезал в неизвестность. Верной подруге и однокласснице Аленке она рассказала все при первой же встрече. Тащить такой камень одной не было сил. «И вы даже не знаете фамилии друг друга?» – сочувственно вопрошала ее подруга. «Нет», – мотала головой Иринка, едва сдерживая слезы. «Какая же я была дурочка!» «Ого, да ты никак влюбилась, подруга!» – прищурилась Аленка. «Первый раз тебя такой вижу». «Не знаю, но теперь в этом нет никакого смысла!» – печально подытожила Иринка и опустила голову. «Я сама его упустила». «А ты ему говорила, где ты учишься?» Вдруг встрепенулась Аленка. Кажется, да. Воспряла Иринка и тут же приуныла. Но факультет не назвала. Он же свой адрес оставил в надежде, что я напишу, а я...» Губы у Иринки задрожали. «Последнюю надежду потеряла. Он, наверное, думает, что я его ненавижу». Он мне в любви признался, а я... Я рванула от него, как от прокаженного. Знаешь, немного подумав, сказала Алёнка, если любит по-настоящему, обязательно найдёт. Приедет в твой город, отыщет твой университет, обойдёт все факультеты. Имя же он знает, остальное дело техники. Эх ты, фантазёрка, печально вздохнула ей в ответ Иринка. В родной университет Иринка вернулась только в конце сентября, сразу после практики. Заглянув в деканат, она поздоровалась с секретарём Танюшей, молодящейся блондинкой, с которой все студенты были на короткой ноге. Та была с утра не в духе, но увидев Иринку, махнула ей рукой. Ира, зайди на минуту, дело есть. Она немного повозилась в своих ящичках, потом достала какой-то конверт и протянула ей. Вот парень какой-то принёс. Ворчливо произнесла она. Симпатяга такой. Пришёл, даже фамилии твоей не знает. Мне Иринку, говорит, с первого курса. Не знаю, какого факультета. И ведь не слез с моей души, пока я ему личные дела с фотографиями всех Иринок не показала. Хорошо, что у вас всего пятеро таких Иринок. Настойчивый такой, говорит, все факультеты обошёл. А как он обрадовался, когда тебя узнал? Танюшка не успела договорить, потому что в следующую минуту раздался восторженный вопль, и счастливая Иринка чуть не задушила её в объятиях, и тут же пулей выскочила за дверь. Сумасшедшая! Улыбнулась ей вслед Танюшка, поправляя воротничок на кофточке, но настроение её резко повысилось. Ох, уже эти влюблённые! Горы свернут на своём пути! Девушка на ходу развернула письмо. Здравствуй, Иринка! Ждал я, ждал твоего письма, так и не дождался и решил сам тебя найти. Более того, я поступил в твой университет на исторический факультет, так что хочешь ты того или нет, но учиться мы будем в одном здании, да и в одном корпусе. Ты на втором, а я на третьем этаже. Иринка подняла голову, остановившись как раз у лестничного пролёта. Она не верила собственному счастью. До её мечты оставалось всего лишь несколько шагов. Рыжий Варя выскочила всего-то на минуту сказать, чтобы вечером две подводы за молоком прислали. А тут её Макар и поймал взглядом. Буровит своими глазками масляными, обхватывая её фигурку, хмыкая одобрительно. Гляделки-то не прогляди, услышал он рядом. Игнат Захарович, Варин отец, подвозивший корма, сурово взглянул на бедового Макара, которому жениться давно пора, а он с какой-нибудь крали по сеновалам прячется. – Чего пялишься? – уже строже спросил Игнат. – Не для тебя ломать, не отломится тебе. Через неделю в доме Вари появились гости – давней знакомой семьи Григорий с сыном. Он и раньше заезжал, но один. А тут как-то торжественно вошли в избу. Присели на сундук, стоявший возле двери. Сундук служил не только хранилищем разного семейного добра, но и сиденьем. – Григорий, а чего там? Проходите сразу за стол. Радушным жестом пригласил хозяин. Марья, Варина мать, позвала дочку. Сын Григория, рыжеволосый парень, сидел не шелохнувшись, увидев за столом дочку хозяев. Над столом на отрывном календаре красовался март месяц 1941 года. Егор и Варя почти так и не притронулись к еде. А после их ухода, Игнат, пригладив усы и взглянув на Марию и Варю, сообщил. – Егор ладный сыногу Григория, а уж какой работящий. Не тратит время, почем зря на баловство. Как тебе жених, Варя? Обратился он к дочери. Варя подскочила с места. Ее лицо зарделось, стало похожим на ее малиновый платок. – Да какой он жених? Зачем мне этот рыжий? Мне скоро девятнадцать, я комсомолка, а комсомольцы сами принимают решение. – Сядь, комсомолка, ишь затарахтела. Тут пока я тебе комсомол и партия. Как решу, так и будет. Варя отступила, замолчав, зная, что с отцом спорить ни к чему. Понадеялась, что первым отступится от своей затеи выдать ее за рыжего Егора. На дощатом полу в клубе она отплясывала с каким-то отчаянием, словно искрилась от нахлынувшего веселья. Матрена, крепкая скуластая девка, язвительная на язык, крикнула. – Эй, Варька, говорят, тебя за рыжего выдают. – Пусть языки чешут. – отмахнулась Варя. Но Матрена не унималась. – А дети-то у вас тоже такие же рыжие будут да конопатые. – И громко рассмеялась. – Смотрите, кто-то скачет за нами. Заметили девчата, возвращаясь с фермы. Рыжие волосы Егора Варя увидела еще издали. Цепившись в поводья, поравнялся с подводой. Поздоровался со всеми и персонально с Варей. – Вот же рыжий. Так он в тебя, Варька, вцепился, не отстанет теперь. Через месяц отец настоял на свадьбе. Варя завидовала старшей сестре, которая сама выбрала жениха – тихого, работящего Семена, с которым живет душа в душу. А самый старший у них, Володька, тоже без наставлений батиных женился. И только Варе выпала такая доля – подчиниться. А согласиться и впрямь было проще, чем идти наперекор семье. – Мам, а ты-то что же потекаешь тяде? Что же ты молчишь? Марья, доставая чугунок из печи, молчала. Поставила его на плиту, где было не так горячо, и только тогда присела. – Так это я отцу намекнула про Егора. Как стал этот бедовый Макарка крутиться вокруг тебя? – Так я возьми и скажи, что Егор – жених завидный, такой не забалует. – Так он же мне не нравится, совсем не нравится. – Понравится, доча. Ты вот подумай хорошо. Не с лица воду пить, а с человеком жить. Весной, когда буйно цвела черемуха, сыграли свадьбу. Варя весь вечер молчала и ни разу не вышла в круг. Не сплясала так же задорно, как тогда в клубе. В горнице присев на кровать, опустила голову. Не так все представлялось у нее раньше, совсем не так. Рыжеволосый немногословный Егор никак не грел ее душу. И жили они как-то ровно. Егор, покладистый в любом деле, все угодить норовил. На реку звал ее на лодке кататься. Варя реку с детства любила, а тут как назло Егору отказывалась. Известие о войне сковало всю деревню. Мужики храбрились. Женщины плакали. Как будто знали наперед, сколько будет бед. Егор ушел в первые же дни. Уже у полуторки все хотел что-то сказать, может чего важное. Но стоял молчаливо и только сжимал Варину руку. Егор, я тебя ждать буду. Каждый день буду ждать. Единственное, что сказала Варя, и этого хватило, чтобы рыжеволосый Егор засветился улыбкой, словно солнце. Так бывает, что всего несколько слов душу человеку перевернут и надежду вселят. Варя слушала сводки, от которых сжималось сердце. К тому же от Егора в первый месяц не было ни одного письма. Зато соседка второй день ревом ревела. Ей уже пришло извещение. Ты, Варька, еще толком и не жила-то. Еще не прикипела к своему мужику. А я десять годочков уже. И куда мне теперь с ребятишками? Варя это слушала, как укор. Она и правда не прикипела. И ее ли вина в том, что за мужество свое приняла, как отцовское решение? Первое письмо от Егора она прочитала так быстро, что показалось, пробежала глазами. А потом уже второй раз вчитывалась в каждое слово. И теперь оттуда с фронта его ласковое обращение Варенька звучало как-то по-особенному для нее. Она достала его белую рубаху и пиджак, которые так и лежали, как праздничная одежда с их свадьбы. Уткнулась в них носом, стараясь снова почувствовать его запах. Потом аккуратно сложила, убрала на место и села писать письмо. И в этих ее письмах, которые она писала ему всю войну, была совсем другая Варя. Не та, что отмалчивалась и таила обиду на отца за свое замужество, а та, что ждала его каждый день. «Егорушка», – писала она, «а яблонька, которая поздняя, урожай хороший дала. Вот в диковинку у нас в Сибири. А на речку еще недавно ходила, лодку твою смотрела. Ждет тебя целехонька. И я тебя жду, Егорушка». «А может, зря мы настояли, чтобы Варя вышла замуж?» – мучаясь сомнениями, спросила Игната Марья. «А вдруг не вернется Егор? И получится, что Варя наша хоть и замужем была, а не мужнина жена?» «Ты это брось! Оплакивать почем зря!» Егор вернулся весной, почти перед самым летом, почти через четыре года, как сыграли свадьбу. Черемуха, правда, уже отцвела. Запыленный с дороги, он умывался, наклонившись, фыркая и радостно плескаясь. А Варя смотрела на его рыжие волосы, которые на солнце поблескивали огоньком, и слезы безмолвно текли по ее лицу. Ночью она просыпалась несколько раз, смотрела на мужа, убеждая, что он рядом, живой и такой родной. На следующий год, качая люльку, Варя не могла оторвать взгляд от Митеньки, гладила его рыжий пушок на голове, и приговаривала «Ты же мое солнышко! Ты ведь наше солнышко!» Увидев окно возвратившегося с работы Егора, поспешила накрывать на стол, кормить любимого мужа.